День знаний в этом учебном году посвятят добровольчеству. Об этом сегодня сообщил региональный министр науки и образования Александр Аникеев. Тему продолжит моя коллега Елена Бычкова. Елена, приветствую. Почему для первого урока выбрали именно тему волонтерства? Добрый вечер, Станислав. В этом вопросе руководствовались выбором президента. Владимир Путин объявил 2018 год годом добровольца. Так что учителям предстоит подготовить урок, который расскажет о тех людях, которые безвозмездно помогают различным организациям. Пресс-конференция получилась достаточно насыщенной и долгой. Министр беседовал со СМИ больше часа. Журналисты задали вопросы и о 12 школах региона, которые попали в список Федерального института оценки качества образования. На днях он опубликовал перечень школ России, где результаты всероссийских проверочных работ имеют признаки необъективности. По мнению специалистов, оценка оказалась заметно выше средней по регионам. Также анализировались и средние проценты выполнения каждого задания учащимся. Если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по области, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями. Министр ответил, что негативная оценка преждевременно сейчас повторно проверку проводят уже на региональном уровне муниципалитеты и институт развития образования. Я считаю, что не стоит применять каких-либо сейчас крутых организационных мер. Мы будем действовать методами разъяснения и убеждения. Но я категорически предупрежу и директоров, и учителей, чтобы они не смели ни в коем случае в своей работе использовать так называемый набор экзаменатора. Вы знаете, что это такое? Это у нас в образовании есть такой термин, который говорит о том, что есть ручки, которые потом берут и исправляют оценки. Нет, все должно быть объективно. Но экзамены ВПР еще далеко. Сейчас более горячая тема – это поступление. В частности, в учреждениях среднего профессионального образования до сих пор идет набор студентов. Но уже можно с уверенностью сказать, что востребованность технических профессий выросла. В этом году в 8 из 20 техникумов и колледжей конкурс на место в среднем 2-3 человека. Более того, отметила Никеев, заявление на поступление написали и отличники. Такого в последнее время не было. И это он объясняет популярностью рабочих профессий. А вот аттестаты с итогами и оценками вскоре могут измениться. На федеральном уровне рассматривают вопрос об отмене пятибалльной системы оценки знаний и о переходе на 12-ти бально. Дело в том, что сейчас работает лишь 4 отметки. Это неуд, удовлетворительно, хорошо и отлично. Единицу обычно не ставят. В то же время знания могут оценивать на 5 с плюсом или на 3 с минусом. Эти полумеры, которые в итоге не учитываются, и предлагают перевести на 12-ти бальную шкалу. Министр с этим предложением согласен, но отметил – право решения всегда было за школами. При этом, коллеги, хотел бы заметить, что выбор системы оценивания – это ведь прерогатива не федерального центра и не наша. В законе об образовании четко прописано, что это прерогатива образовательной организации. Ну и, конечно, о совсем маленьких калужанах. Владимир Путин поставил задачу к 2021 году обеспечить всех желающих местами в ясельных группах. Частично этот вопрос решается уже сейчас. Так в регионе вводятся в эксплуатацию новые детские сады и уже разработана программа по реализации планов, которые обозначил глава государства. Мы сделали свою программу, свой план и спланировали объекты. К концу 2020 года мы должны полностью обеспечить всю потребность и открыть примерно 1800 новых мест. И в завершение приятная новость, особенно для учеников Калуги. 1 сентября намечается сразу два крупных события. В микрорайоне Веснушки на Минской улице откроется образовательная школа на тысячу мест. И в этот же день красную ленту перережет и на открытие детского технопарка «Кванториум». Его создали в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей с целью развития технических навыков». А заниматься в нем будут дети и подростки от 5 до 17 лет. Елена Бычкова об итогах общения журналистов с региональным министром образования и науки Александром Аникеевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова